Добрый вечер на часах 19.00 в прямом эфире новости 7 канала. Меня зовут Светлана Овсянникова и коротко о главных событиях дня. В Красноярске проведут повторную экспертизу после смерти подростка в отделе полиции. Товарищ, который был с ним, не в кабинетах с ним, а в соседнем кабинете, говорил, что были слышны удары. Он там кричал, не бейте меня, зачем? Родственники не верят официальной версии полицейских. Для гостей универсиады готовят медвотрезвители, где они будут работать и многие рискуют туда попасть. Есть специальные логотипы на автобусах и новая форма у кондукторов. Много карманов, есть куда билеты. Может обратиться пассажир по имени-отчеству, если захочет, конечно. Мне нравится. Каким будет новый стиль городского транспорта? В Красноярске проведут повторную экспертизу после смерти подростка в отделе полиции Зеленогорска. Расследование длится уже полгода. По версии правоохранителей, 17-летний парень выпрыгнул из окна через несколько часов после сдержания. Однако родственники уверены, погибшего били и довели до суицида. В этой истории разбирался Денис Козлов. Вот ожог. Ну, видно, что ни синяк, ни ссадина. То, что погибшего полгода назад брата пытали в полицейском участке у Павла, сомнений нет. Он рассказывает, летом 17-летний Илья с компанией повздорил с прохожим. Завязалась драка. Парней задержали. Утром родителям позвонили правоохранители. Сказали, парень выбросился из окна полицейского участка. Но версию силовиков родные погибшего не верят. Илья затылком ударился о козырек. Это официальная причина смерти. Что у юноши все тело в синяках, наручниками перерезаны запястья, на животе есть ожоги, родные увидели только на похоронах. В морг родители не пускали три дня. Адвокат семьи допускает, что правоохранители могут попросту покрывать сослуживцев. Я допускаю, что это может быть. Я допускаю. А возможно, что-то еще. Но понимаю, что городок маленький. А в маленьких городах так всегда. Потому что на расследованиях преступлений, на оперативном сопровождении, на экспертизе работают одни и те же люди. Родственникам нужен просто ответ. Что случилось? Но ответ на этот вопрос полицейские давать не спешат. Охотнее рассказывают обстоятельства уголовного дела, которые завели на уже погибшего парня. Он подрался и отобрал телефон у избитого прохожего. За смерть, которая произошла под окнами отделения, силовики отделались выговором. Формально за то, что не уследили. По итогам служебной проверки установлены факты нарушения служебной дисциплины сотрудниками и руководителями Зеленогорской полиции, которые выразились в ненадлежащем выполнении должностного регламента, ведомственных приказов и инструкций. Сотрудники полиции привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. Оценку действий сотрудников с уголовно-правовой точки зрения дадут следственные органы в ходе расследования. Но родственники Ильи в объективность расследования не верят. Поэтому несколько месяцев обивают пороги кабинетов силовиков. И только сейчас Следственный комитет разрешил эксгумировать тело. В рамках расследования уголовного дела по ходатайству потерпевшей стороны, а именно родственников, подростка, была проведена эксгумация тела с целью проведения судебно-медицинской экспертизы, которая должна установить, были ли на теле подростка травмы, помимо тех, которые он получил при падении с высоты, а именно синяки и ссадины, либо то, что увидели родственники, это является трупными пятнами. По закону суд, медэкспертиза может длиться целый месяц. И только тогда родные Ильи узнают, как на самом деле погиб их сын. Денис Козлов, Павел Иваницкий, Владимир Фетисов, 7 канал. Если у вас есть новости, пишите на Вайберу, ватсап 7 канала, номер 8, 391-293-33. Мы постараемся помочь. Задержанный глава краевого Росприроднадзора Андрей Калинин попросил отправить его под домашний арест. Напомним, чиновника подозревают в получении взятки в 300 тысяч за экспертизу для коммерческой компании. Сейчас он находится в СИЗО. Ранее адвокат заявлял, что там Калинина избивают. Однако сегодня сообщил, что ситуация разрешилась. Просьба о переводе под домашний арест защита объяснила тем, что жена Калинина имеет проблемы со здоровьем, но при этом вынуждена одновременно и обеспечивать, и присматривать за несовершеннолетними детьми. Есть ли возможность кому-то сидеть с дочерью на настоящий момент? На настоящий момент нет. Родители, мои родители, у них в тяжелом физическом состоянии, со стороны другие. Есть только мама, которая тоже болеет и находится далеко по Кассе. Несмотря на обстоятельства, суд железнодорожного района меру пресечения не изменил. В СИЗО Калинину придется провести еще как минимум два месяца. Причина – он может оказывать давление на свидетелей и влиять на ход следствия. Адвокат подсудимого собирается подавать апелляцию. Все основано на предположениях. Непонятно, каким образом, и как он может оказывать воздействие. Непонятно, почему домашний арест нельзя применить в этом деле. Мы слышали сегодня возражение прокурора, который все-таки технично это подвел под то, что это такое некое наказание за несотрудничество со следствием. Для болельщиков универсиады, которые во время соревнований переборщат с алкоголем, открыли вытрезвитель. Под эти цели отдали первый этаж здания Центра помощи и бывшим осужденным на правом берегу. Там сделали косметический ремонт, закупили новую мебель. Всех не рассчитавших силы туда будут доставлять полицейские. Каждому придется пройти медицинское освидетельствование. Тех, у кого дела совсем плохи, попросят остаться на ночь. Однако заставить, признается руководство, никого не могут. Поэтому уже подстраховались на случай, если кто-то вдруг отреагирует слишком бурно. Здесь у нас будет работать и сейчас уже работает полицейский пункт, полиция два человека, мои сотрудники два человека, видеонаблюдение и кнопка, выведенная на пульт Росгвардии. Тем же, кто все-таки по своей воле останется на ночь, вытрезвители разрешат провести не больше 12 часов. Отмечу, пока первую неделю Центр работает в тестовом режиме. Всего он рассчитан на 26 человек. Еще один подобный с 15 февраля откроется на базе наркодиспансера на комбайна строителей. Он сможет вместить 45 человек. Кондукторы и водители муниципальных автобусов сегодня получили новую униформу. Темно-красные жилеты теперь обязательно должны носить все работники городского транспорта. Для зимы шили утепленный вариант, а на лето фартуки. Скоро аналогичную форму получит и электротранспорт. Спасибо разработчикам. Очень красивая, ягодная, прям, знаете, тепленькая и так располагает. Много карманов, есть куда билеты. Может обратиться пассажир по имени-отчеству, если захочет, конечно. Мне нравится. Также появился единый логотип. Разделенная буква К символизирует берега Енисея, а кольцо транспорт, который их объединяет. Декоративные стрелки будут наносить на борта автобусов или трамваев, а пока новые логотипы можно увидеть только на муниципальных машинах, а к концу года преобразится и частный транспорт. У нас будут разыграны новые контракты на обслуживание четырех автобусных маршрутов. И в техническое задание мы уже заложили вот эту концепцию брендирования, единый стиль, в которую уже перевозчики, заявляясь на конкурс, обязаны будут предоставлять транспортные средства соответствующего стиля. В бюджете заложили почти два миллиарда на изоляцию российского интернета, сообщает Интерфакс. Средства предназначены для финансирования законопроекта Госдумы, который позволяет властям ограничивать при необходимости доступ к иностранным сайтам и сервисам. Принять его пока не успели. О других новостях в двух словах расскажем далее. В Красноярск привезли картину Сурикова «Взятие снежного городка». Трехметровое полотно весом 300 килограммов. В музей заносили сразу 8 человек. Шедевр упакован в специальный ящик с несколькими слоями защиты и прибором контроля температуры. Распакуют картину через несколько дней. Увидеть ее красноярцы смогут 20 февраля. Судебный пристав поймал должницу, пригласив ее на свидание. Жительница Ужурского района не платила алименты за сына, который живет с дедушкой. Охотчивый сотрудник нашел женщину в соцсетях, представил со старым знакомым и пригласил на встречу. А из кафе повез в отдел приставов. Женщина пообещала устроиться на работу и оплатить долг. Красноярск и Новосибирск поддержали американские флешмоб замороженных на улице штанов. Сибиряки, как и жители Миннесоты, выкладывают в соцсетях фотографии с хэштегом «Frozen pants». Одна из участниц, например, заморозила розовые пижамные штаны. Красноярская епархия в своей группе во Вконтакте назвала иудами часть украинских клириков и добавила, что их всего 0,1% или 12 человек из 12,5 тысяч. Это те священники, которые с декабря 2018 года перешли из канонической церкви к раскольникам из Православной Церкви Украины. Перебежали, как выразились, в посте епархии. Красноярские врачи рассказали о пациентах, которые страдают из-за аномальных морозов. Жители края стали чаще обращаться к медикам с обморожениями и переохлаждением. За неделю больше 160 пациентов в БСМП только за первые дни февраля поступило 3 человека. Кроме того, врачи отмечают еще одну тенденцию – пациенты чаще жалуются на холодовую аллергию. Нередко ее путают с обморожением, но методы лечения разные. Основное отличие – при холодовой аллергии кожа становится красной, а не белой. Это на открытых участках тела. Чаще всего это лицо, руки, иногда даже и закрытые участки тела. На них появляется волдырное высыпание без повреждения кожи, либо отек. Если летом это единичный случай, скажем, за месяц 2-3 человека, то сейчас уже за прошедшее время у нас уже 8 человек обратилось с такими жалобами. И я думаю, что это не последнее, потому что холода еще держится. Красноярцы бесплатно получат по 300 килограммов современного бездымного топлива. Его доставят сразу в несколько районов города и раздадут жителям частных домов. Такое решение – социальный проект краевых городских властей и одной из крупнейших угольных компаний края. Чем новый продукт отличается от другого бытового топлива и кто его получит, знает Елена Саткеева. Пока попробуем, а там уж видно будет. Такую листовку с описанием инновационного бездымного топлива Елене Резниченко вручили сегодня утром. При этом пояснили, в течение 2-3 недель и привезут около 300 килограммов брикетов для проверки его экологичности. Женщина говорит, если обещанная экономичность и удобство подтвердятся, готова будет сменить привычный уголь на новые брикеты. Если это топливо будет по протяженности, допустим, теплоотдачи дольше обеспечивать, ну, теплом нашей батареи, нашу систему вообще, ну, конечно, мы перейдем на него, тут даже без спору нет. Масштабный совместный проект власти и угольной компании СУЭК в первую очередь нацелен на улучшение качества воздуха в Красноярске. Угольщики говорят, топливо не выделяет дыма благодаря качественному сырью и глубокой переработке. Новый продукт превосходит многие другие виды топлива почти по всем параметрам. Повышенная калорийность, более 6 тысяч килокалорий в килограмм, это действительно в полтора раза больше, чем традиционное топливо, которое используется в городе Красноярске. Экономичность. В каждом домохозяйстве в полтора-два раза реже нужно забрасывать данное топливо в печку, что тоже немаловажно. Вечером забросил, к утру все тепло. Удобство. Высокий класс продукта уже подтвердил краевой центр мониторинга качества окружающей среды. Всего топлива доставят в 8 тысяч домов. И чтобы убедиться в эффективности разработки, до середины марта на улицах города будут работать передвижные эколаборатории. Наблюдения будут проводиться по показателям оксид углерода, диоксид и оксид азота, взвешенные вещества, сажа, бензопирен. Всего за данный период планируется осуществить 208 выездов. Новое топливо получат жители частного сектора Октябрьского, Железнодорожного, Центрального и Сверловского районов. Доставку взяла на себя мэрия. Мы уже заключили договор с транспортной компанией, которая будет производить эту работу. Будут с каждой машиной находиться волонтеры, которые будут помогать разгружать мешки. Начнем мы эту работу уже в выходные дни, чтобы максимальное количество людей находилось на месте, чтобы максимально эффективно использовать каждый рейс автомобиля. Развести топливо по всем запланированным адресам власти намерены к концу февраля. С этого времени жители призывают приступить к сжиганию, от результатов которого будут зависеть перспективы улучшения экологической ситуации в городе. Елена Саткеева, Станислав Смирнов, Седьмой канал. Губернатор поздравил хоккеистов Красноярского и НСС. Спортсмены в составе сборной страны в субботу выиграли чемпионат мира. Победа стала 26-й на счету нашей команды. Но борьба была упорной. На предварительном этапе россияне проиграли шведам 4-6. Затем обошли сразу несколько команд и в финале вновь встретились со шведами. Скандинавы первыми открыли счет и вели до второго тайма. На 90-й минуте счет был равным. И только в овертайме Алмаз Миргазов забил победный мяч. И ток встречи 6-5. Мне на самом деле тяжело оценивать себя, свою игру. Есть специалисты, есть тренеры, есть зрители. Я просто стараюсь делать свою работу. Силы очень много было задрачено на самом деле. В финальной игре счастье нахлынуло. Особенность все-таки красноярского духа состоит в том, что и красноярских побед, что люди играют не за деньги. Люди играют именно за идею. И самое главное, патриотизм, я думаю, и как раз дают те искомые результаты. Детский сад В саду сегодня выездное совещание. Приватизацию здания на Малиновского обсуждали еще в прошлом году на заседании Горсовета. Депутаты опасались, сохранит ли новый владелец детский сад. Ведь об этом условились только устно. В документах требования не прописано. Крубо говоря, завтра он может передумать, оказывать здесь образовательные услуги дошколятам, а открыть офисное здание. Или вообще все снести, построить многоэтажный дом. Мы будем следить, во-первых, о том, каким образом собственник распоряжается этим имуществом. Будем следить, как производятся ремонтные работы. Для нового владельца это четвертый детский сад в городе. И ни один не отдали под офис или магазины, уверяет собственник. Уже сейчас на Малиновского записывают детей. Места еще есть. Кстати, за посещение родители будут платить чуть больше полутора тысяч рублей. Не дороже, чем в муниципальном саду. Пока помещение пустует, но уже в конце февраля здесь будут первые воспитанники. Путевку в новое заведение могут получить дети от полутора лет. Уже известно, что сформируют 9 муниципальных групп, которые смогут посещать 200 детей. Очередь в детские сады нужно сокращать любыми способами, уверены депутаты. Бизнес также следует вовлекать в работу. Опыт со зданием в советском районе собираются использовать и на других объектах в Красноярске. Для бюджета это серьезная экономия. Город не то, что не потратил денег, город на этом заработал. Город реализовал имущество за 42 миллиона, получил дополнительные деньги и в казну. А предприниматель со своей стороны вложил еще 100 миллионов. И сегодня мы имеем 200 мест для ребятишек, которых сегодня остро не хватает в городе. И еще о дополнительных местах. В этом году их будет больше двух тысяч. По два детских сада заработают в Белых Росах и Слободе Весны. По одному в микрорайонах Бугач, Покровский, Солонцы-2 и Нанджуль-Солнечный. В частных детсадах участников муниципальной программы откроют еще 270 внеочередных мест. Альфия Ремеева, Илья Сенкевич, 7 канал. Прогноз погоды представляет Пальто-Центр. Распродажи всей коллекции. Скидки до 50% на все. Спешите в Пальто-Центр. И теперь информация о погоде. 8 февраля в нашем городе переменная облачность без осадков. Ветер южный, 1 метр в секунду. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Днем минус 23, ночью снова холодно минус 35. И к этой минуте у нас все сообщения. Если у вас есть новости, звоните в редакцию новостей седьмого канала. Телефон 2-900-333. Также в любое время суток можете писать на наши вайберы в WhatsApp. Телефон 8-391-2-900-333. А еще больше интересных и актуальных новостей читайте на нашем сайте trk7.ru и в социальных сетях седьмого канала. В студии для вас работала Светлана Обсянникова. Всего доброго и до встречи.